Доброго времени суток! Вы на канале FANIMA SHOMSKOOL И здесь я расскажу вам о простой автоматизации Это может быть или инкубатор, или например холодильник И позволяет нам делать вставку или вот этот китайский терморегулятор Который позволяет работать как в режиме плюсовой температуры То есть мы можем поставить обогревательный прибор Это может быть или подогрев пола, или стены Или сейчас есть много альтернативных способов, как обогревать помещение И здесь мы выставляем необходимую температуру, которая нам нужна Например для инкубатора это будет 26 градусов И с шагом ровно в 1 градус, если температура падает до 25 Включается подогрев, поднимается температура до 26 И система отключается, то есть подогрев выключается Здесь нету, как в бытовых приборах, настройки вот этого шага Он здесь просто выставлен на 1 градус То есть оно включается и выключается при изменении температуры на 1 градус Внутри есть 3 клеммы, которые позволяют также применить вот этот терморегулятор И для холодильной установки Здесь принципиально будет все происходить в другом, скажем так, диапазоне Здесь наоборот, будет включаться при снижении температуры до необходимой температуры К примеру, возьмем 5 градусов Вот выставим Если температура начинает снижаться более 5 градусов при 6 Я уже сам запутался, но вы поняли о чем идет речь То есть при подогреве вот этого Значит если нам нужно держать плюс 5 У нас становится там, то есть минус 5 И становится плюс 4, будет включаться охлаждение и температура будет снижаться Но фактически морозильные камеры для хранения мицелия мы не используем Нам в основном здесь нужно будет все равно плюсовая температура Потому что даже на хранение мицелия все равно нам удобно будет Если будет держаться здесь температура в диапазоне от плюс 1 до плюс 3 градусов Ну вот выставляем его в необходимый температурный режим и все будет работать Решается это с помощью того, что здесь есть 3 клеммы То есть это простой переключатель И в зависимости от соединения она будет работать или на обогрев, или на охлаждение Стоит довольно таки дешево по сравнению Ну в районе где-то 5 долларов стоит вот эта китайская штука И по сравнению с бытовыми обогревателями там для отопления и всего остального Которые стоят там в десятки раз дороже Она позволяет решить любую такую задачу И этого достаточно Работают они безотказно на протяжении многих лет Даже в очень агрессивных условиях Даже в грибарных, где производится полив и все такое Они работают очень длительно, ничего там не окисляется и проблем нет Единственное, что сама вот эта шкала довольно таки относительна здесь Как китайская То иногда приходится, видите, здесь немножко по-другому поставлены обозначения Нужно ее откалибровать с помощью термометра Ну вот эта шкала, она относительна, то есть перерисовать И другой прибор, который будет необходим Это контроль влажности и температуры внутри Для того, чтобы не открывать каждый раз, нарушая климатику внутри помещения Здесь поставлен обыкновенный вот такой простенький Который можно купить в интернете Термометр, там есть часики Вот Здесь удобно в том, что он может показывать максимальные и минимальные значения Которые в память он записывает Максимальные и минимальные значения Можно проследить, что у нас или перегревалось, или там переохлаждалось Вот легким нажатием руки Вот минимально было 1,2 Максимально, когда работал инкубатор Вот максимально было 28,2 градуса Ну, сейчас температура там находится на уровне 6,4 градуса Теперь, ну, чуть продемонстрирую, что там находится внутри А внутри находится вот холодильник Мицелии все Сейчас температура немного выше Потому что мицелии только фактически перенеслись из инкубатора И понемножку происходит снижение температуры Для того, чтобы не было резкого скачка И они все не выстрелили случайно в приморде Температуру снижаем последовательно Большой прогресс, если холодильник появляется в производстве Это очень огромный плюс ко всему Ну, здесь также висит контрольный термометр Такой, вот такой вот простенький Ну, и измерение температуры происходит от того прибора, который висит, скажем так, на улице Ну, не на улице, а в другом помещении Здесь вот есть такой термодатчик Который, ну, обычно я его вставляю, чтобы он не показывал просто температуру воздуха Я его вставляю или между блоков, или просто ставлю Не блоков, а пакетов с мицелиями Или ставлю вот так вот под пакет И он уже будет показывать температуру фактически не воздуха А температуру, которая находится внутри пакета Все, естественно, в процессе доработки Тут сейчас пока по-быстрому были сделаны деревянные полки Ну, со временем это все подготовлено к тому, чтобы их заменить на металлические Будет больше пространства, чтобы вот эта штуковина Тут целых там 2 сантиметра с лишним забирается Ну, по формату они подходят Именно под наши 5-килограммовые пакеты А, ну, надо вот это переделать И будут металлические подставки Будет все довольно удобно Здесь сделано Я снимал когда-то об этом Сделана хорошая термоизоляция внутри Потолки пока там косметически не сделали Но функцию холодильник свою здесь выполняет Утепление сделано пенопластом Нужно будет еще какие-то ОСБ плитами Вот это все дело подшить, чтобы было более так красиво Ну, и с внешней стороны тоже самое Утеплен Тут десятка пенопласт Между ними тройка доска То есть довольно-таки термохорошая тут изоляция Ну, и с весной, уже когда потеплее Тут будет проинсталировано холодильное оборудование Которое уже будет позволять хранить мицелий Не за счет внешней температуры А будет позволять выставлять ту температуру, которая необходима Вот эти технические всякие такие штуки Они много проблематичных таких задач возникает При их, скажем так, осуществлении Значит, а вот это Вот здесь, кстати, вот эта термопара Которая, опять же таки, идет от терморегулятора Она, вот здесь выполняет датчика Выполняет роль датчика, которая снимает температуру в этом помещении Она, в принципе, должна быть тоже Вот под самим пакетом И таким образом мы будем контролировать Не температуру воздуха в помещении А температуру именно в самих пакетах с мицелием Это же можно применить такие же способы И для грибных помещений на выращивание Такой терморегулятор избавит вас от вечной потребности Там присматривает, там следит за температурой и все такое Вот, и значительно упрощает работу Ну и, опять же таки, для размещения холодильника Необходимо помещение Хорошо, что если оно где-то приотачено именно к лаборатории Когда можно быстро сюда вносить, выносить и так дальше Если такого помещения нет, то под это выбираются какие-то отдельные строения Но с ними возникает одна такая неудобная момент Что децентрализованное размещение разных технических помещений Приводит к тому, что очень много беготни, много движений Нарушается режим в самом помещении Откуда что-то надо приносить, куда-то уносить Естественно, это все хождение, открывание дверей Они не идут на пользу микробиологическому фону в самой лаборатории То лучше, если есть такое помещение где-то рядом То есть холодильник непосредственно в самой лаборатории Довольно-таки это удобно Не нужно делать никаких перехождений, переобуваний Особенно в зимнее время Вот, и таким вот образом Вот этот прибор Это, ну здесь без автоматизации Ну тут можно просто регулировать Ну, значит, если, например, подогрев То он, можно просто выставить какой-то температурный диапазон Там, когда включается-выключается Чтобы он делал вот это все Но, опять же таки, вот изменение внешней температуры Вне помещения приходится его постоянно подкалибровывать Опять же таки, приходится делать всегда какие-то настроечные мероприятия А здесь же нам ничего не надо делать Потому что вот эта термопара регулирует Регулирует включение-выключение техники подогрева или охлаждения И вот градусник, который показывает саму температуру И вот с помощью вот таких Общей стоимостью, там приблизительно где-то в долларов 20 или 30 Можно решить простой вопрос автоматизации климата В инкубаторе или в помещении для хранения уже зрелого мицелия А с вами был Макселлер На канале Пани Машум Скула